Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! На днях мы перебирали, в общем-то, весь дом, и я нашла мамину старую косметичку. Там, знаете, такая косметика, которую давно никто не пользуется, и она такая, знаете, как из 90-х. И, в общем-то, я решила, почему мне не сделать видео макияжа с косметикой из 90-х. Мне не пришлось ничего заказывать, только в этом наборе нет тональника и туши нету. Но я вам покажу, что у меня есть в этом наборе. В общем-то, такая помадка, с таким блестящим оттенком. Цвет, я бы сказала, такой персиковый, может быть. Персиковый ближе к оранжевому. Дальше у меня еще помадка. У нее тоже есть сиськи блестящего, но она, в общем-то, такая более розовая, красивенькая. И последняя помадка у меня здесь. Тоже такой розовый цвет, нюдовый. На камере он смотрится больше оранжевый, но в жизни он розоватый. Дальше здесь есть еще вот таких вот два карандаша коричневых. Не знаю, какая у них разница. В общем-то, обычных два карандаша. Ну, кстати, один карандаш более коричневый, а другой такой более светлый, что ли. Еще я нашла такой черный карандашик. Это крышечка не вот этого карандаша. Просто я не нашла у этого карандаша крышечку. Он был так вот открытым. Так что я решила вот прикрепить крышечку, чтобы не измазать ничего. Это, в общем-то, такой обычный карандаш черный. И, в общем-то, самое главное у нас здесь палеточка. Она, конечно, вся уже замученная, использованная. Но здесь есть чего выбрать, так что я попробую сделать что-то красивое. Ну, конечно, не сказать, что я мастер по макияжу, но да, в общем-то. Я буду использовать этот золотой цвет и вот такой вот розовенький. Они все блестящие. И, в принципе, знаете, я заметила, что из косметики вот из 90-х, да, 2000-х, то как будто все тени, они блестящие. То есть не было каких-то матовых. Я, как видите, уже нанесла тональный крем. Как я уже говорила, в самом наборе не было тонального крема. Так что мне пришлось выкручиваться и наносить свой тональный крем. Я буду уже начинать наносить вот этот красивый розовый цвет. И в уголках глаза у меня будет такой золотистый. Ну, когда я косметики из 90-х, то мне кажется, даже тени какие-то пигментированные. Теперь у меня получилось вот таким образом. Я чуть-чуть здесь подправила на кончик, чтобы было красивее. И уже буду наносить этот золотой оттеночек в кончике глаза. Вот мне так получились. Я еще решила обвести снизу глазом. Мне кажется, получается очень даже красиво. С самым умением краситься, то вообще красота просто. Но мне реально очень сильно нравится. И теперь уже буду приступать к стрелкам. У меня будут они коричноватые. Я выбрала такой оттенок более коричневый. Потому что другой он был более какой-то бордовый. А мне больше к этому макияжу подходят коричневые стрелки. Надеюсь, что они у меня получатся красивыми. Потому что стрелки я только делаю при помощи штампа. А здесь как бы штампиком уже не делаешь, потому что это карандаш. Я надеюсь, что получится хорошо. У меня со стрелками ничего не получилось. Потому что карандаш был слишком жесткий. Если бы была подводка жидкая, то мне кажется, что-то получилось. Но так как бы сильно незаметно стрелки. Так что я их просто стерла. И будет у меня вот такой макияж. Теперь я уже наношу тушь. Туши в наборе не было. Так что придется использовать свою тушь. Я уже накрасила реснички. И теперь уже приступим к губам. Среди трех помад я выбрала такую помадку. Она от Ariflame. Такого красивого оттеночка. Очень, кстати, подходит теням. Мне всегда очень нравился запах этих помад. Они все так вкусненько пахли. Я уже накрасила. И теперь чуть-чуть сотру лишнее. И вот такой у меня легкий эффект помады получается. Мне кажется, он сюда подходит. Дальше я перехожу к бровкам. Так как нет ничего в самом наборе для бровей. Я просто их расчешу. Макияж из 90-х готов. Мне кажется, получилось очень даже красиво. Мне даже удивительно то, что эти тени, они более-менее пигментированы. Ну, конечно, есть минус то, что они все как бы тени, они блестящие. То есть каких-то матовых образов не сделаешь уже. Но, в принципе, мне кажется, и так красиво. Вот такой у меня красивый макияж получился. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Обязательно жмякайте лайки там внизу. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok